Салам алейкум, рахматуллаху, баракятуху. Итак, сегодня, друзья, мы разберем горячее расстройство натуры печени. Если печень становится горячей, если там преобладает жар, какие признаки и как действовать. Если у нас, значит, горячая печень, да, много жара в печени, да, то тогда что отмечается? Прежде всего преобладает сильная жажда. Человек хочет больше пить, чем есть. Он много пьет, да, вот. Это не сахарный диабет. Вот здесь нужно анализ сдать на сахар. В то же время, если сахар нормальный, то уже можно думать, что это идет от печени, да. Ну и совокупности, естественно, другие признаки, которые могут быть, вот. Но самое главное, если у человека жажда, человек много пьет, аппетит плохой, смотрим дальше. Моча, значит, становится желтая, значительно окрашенная. На пульс обращаем внимание. Пульс быстрый и частый. И вот от таких людей бывает повышение температуры тела. Вот если человек жалуется, что у него жажда сильная, да. И тахикардия, и в то же время идет повышение температуры тела. То, знаете, тут уже это печень, да. Вот. Печень, она вот так вот в горячем состоянии находится, находится. А потом вот эти все соки, они тают, уменьшаются. Соки, имею в виду Абуали Бонтина, это желчеобразование, кровообразование. И черно-желочное образование, это та часть крови, которая уходит в этот талак, или как это называется, селезенку. Вот. И потом, да, орган начинает уже таять. То есть жар уже переходит в другое состояние. Хочу сказать, что потом начинается и появление различных эрозий, то есть язвочек в кишках. Вот. Обращать на себя внимание то, что у людей с горячей печени запоры случаются. Без боли, без тяжести. Вот такие запоры бывают. Такие упорные, иной раз бывает запор, и появляется даже рвота. Желчью или зеленым, наоборот, вырывает. Желтым или зеленым. Вот. Вот это все принципы расстройства горячей натуры. Вот. Язык какой. Потихоньку язык, он становится уже шершавым. Тело начинает худеть. Жар, жар, жал постоянно, и начинает уже худеть. Вот. Ну, я хочу обратить внимание, что вот эта горячая натура, она порождает уже черную желчь. И у людей уже до такой степени уже это сказывается на эмоциональную сферу. Это вот депрессии, вот меланхолии, вот такие состояния тоже идут за счет печени. Здесь тоже нужно иметь в виду вот такое впадение в депрессии, вот такое чрезмерное. Это тоже, посмотрите, печень, да. Итак, скажу еще, что понос тоже бывает в начале, да. И понос здесь может быть в виде мясных помоев. И аппетит может быть здесь падать, да, вследствие горячей натуры. Это тоже имеет в виду. Вначале идут поносы. А потом уже идет жар, 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 потом уже высыхание. И там, соответственно, идут запоры уже. Потому что теплота, она не доходит до того, что сжигать кровь и мясистое вещество. И выходит все это из этого, из низа выходит. Вот такие вот, как бы в виде мясных помоев идут испражнения. Вот такие вот более-менее признаки, значит, я сейчас рассказала. И, соответственно, дальше будет лечение этого сухого расстройства. Ой, извиняюсь, горячего расстройства печени. И вообще еще раз скажу, что почему на все это обращает внимание, то есть мизач, почему учитывается, или натура, да, иным словом, который переводится, почему натуру нужно учитывать. Имейте в виду, вот сейчас модно, да, например, бац, и грелку к печени приставлять. А вы представьте, если горячее расстройство идет, да, вы представите грелку, вы еще будете дополнительно создавать вот этот вот приток, да, крови и орган еще больше иссушать. А там, наоборот, нужно холодным лечить, да. Или наоборот, идет холодное расстройство, да, холодное расстройство. Нельзя охлаждающее еще ничего принимать. Вот, где-то нужно дать, это самое, очищающее, да, кишечник очищать. Где-то это не надо, где-то мочегонное. Поэтому все это нужно в совокупности учитывать и осторожно смотреть, да. С грелками таким образом при горячей натуре не нужно, не нужны они эти грелки, нужно быть осторожным. И смотрите горячие специи. Сейчас тоже эти модные. Вот там эта специя, та специя. Там куркума, туда-сюда. Поэтому нужно смотреть. Горячее расстройство идет, не надо еще горячие специи. Вот. Далее будем разбирать, как же это горячее расстройство охладить, как выровнять, будет далее следовать рецепт.